Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Этот репортаж, такой оперативный, я буду вести из столицы Кении, из Найроби. Страна эта удивительная, очень продвинутая среди африканских стран. Очень интересна тем, что здесь много внимания уделяется охране природы. Мы сюда попали благодаря участию в международном образовательном мероприятии, которое называется Олимпиада экологических проектов Golden Climate или Золотой климат. Она проходит регулярно, уже в девятый раз, и мы, в общем, уже, кажется, здесь прижились и стали постоянными участниками. Мы находимся в довольно фешенебельном районе Найроби, который называется Карен. Благодаря, ну и назван он в честь Карен Миллер. Кто интересуется, может почитать в интернете, что за легендарная женщина и почему в ее честь даже назван этот район Найроби. Он состоит в основном из частной застройки, несмотря на то, что люди здесь живут довольно зажиточные, они совсем не гнушаются высаживать огороды и вести сельское хозяйство. Естественно, что сельское хозяйство, подсобное сельское хозяйство ведется также и людьми, ну, невеликого, небольшого достатка, в том числе для продажи растительной продукции и в том числе для самопропитания. Нельзя сказать, что в Кении есть обилие, разнообразие видов овощных растений и, конечно же, не так много сортов. Однако, кое-что выращивается и даже те же растения, что выращиваются и у нас. И перец сладкий, и томаты, и огурцы, и капуста. С какими-то растениями познакомимся с вами поближе. В Кении весьма популярны различные виды и сорта зеленых растений, то есть тех, которые используются в свежем виде, иногда с небольшой тепловой обработкой, но убираются у них листья. Примером таких растений может быть, конечно же, укроп, петрушка, салат, лук. Ну, а в Кении очень популярна листовая капуста. Она выращивается буквально в каждом огороде. Здесь наиболее часто встречающейся проблемой при выращивании капусты является мучнистая роса. Можно встретить даже вот такие вот экземпляры с очень сильным поражением. Еще одним зеленым растением является листовая свекла или мангольд. Если у нас мангольд в умеренной зоне чаще всего встречается с окрашенными черешками, то здесь, в Кении, я сортов с окрашенными черешками практически не находил. Всегда черешки белые. Конечно, это не сильно отражается на полезных свойствах этой культуры, но при всем том может быть красиво наличие такой окраски для приготовленных блюд. Мангольда выращиваются много и потребляют они его в довольно большом количестве. К сожалению, он в этой зоне также поражается сильно настоящей мучнистой росой. Вот здесь вот хорошо видны эти симптомы. Разумеется, что в Кении повсеместно растут местные тропические растения сельскохозяйственные, культурные. Конечно, куда в тропиках без банана. Банан здесь встречается на каждом шагу. Он находится в разной степени своего развития. Есть экземпляры, которые вот так вот уже плодоносят и дают практически готовые к употреблению фрукты. По крайней мере, в таком зеленом виде они уже срезаются и отправляются к нам в умеренную зону для продажи. Ну, а здесь могут повисеть немножко дольше. Также можно найти растения еще цветущие. Вот, посмотрите, типичный цветок банана. Вот он цветет, к нему прилетают местные черного цвета пчелы, собирают банановый мед. Конечно, банан является одним из основных пищевых растений в этой зоне климатической, ну и повсеместно в тропиках. Будучи в тропиках и наблюдая за культивируемыми растениями, нельзя не обратить внимание, конечно же, и на сахарный тростник. Его выращивают здесь много, едят в качестве такой свежей сладости. Вот эти стебли очищаются и грызут их так слегка, надавливают на них зубами. И из них вытекает очень сладкий и очень такой энергетический, заряжающий энергией сок. Конечно, он содержит много сахарозы и является прекрасной тропической альтернативой свекле. Ну, а сахар, который такой темный, тростниковый, является здесь самым дешевым вариантом сахара. Если у нас гоняются за этим сахаром, как за каким-то полезным чудом, то в тропиках здесь ничего в нем особенного не видят. Это самое дешевое сладкое сырье, которое только есть. Вот так вот выглядит сахарный тростник. Ну и правда, чем-то напоминает наши тростники умеренной зоны. Разумеется, будучи в тропиках, нельзя не обратить внимание на такое важное пищевое растение, как касава или маниок съедобный. Это растение выращивается ради съедобных толстых корней, богатых крахмалом. Это довольно распространенное по всем тропикам растение, которое обеспечивает калорийность пищи даже самых таких, ну, бедных, можно сказать, слоев населения. Ну, конечно, чем-то похоже на картофель, немножко вкус другой, но в целом довольно приятное растение. И выглядит оно тоже весьма декоративно. Почвы в Кении нельзя назвать плодородными. Здесь, как и во многих тропических регионах, преимущественно имеются красноземы. Связано это с тем, что органическое вещество не успевает накопиться в почве и в сезоны дождей смывается с поверхности, что делает почву достаточно низкоплодородной. Вот можно иметь представление о том, как это выглядит. В Кении стоит лишь немного отойти за какие-то края туристических троп и сразу упираешься в невероятной красоты природу. Даже если это где-то и в районе помойки. Вообще, надо сказать, что помойки это хорошее, благодатное место для изучения местной флоры, да и фауны тоже. Почему? Сюда сбрасывается различная органика, она же является источником питательных веществ для многих растений. Растения здесь цветут довольно пышно. Видите, какая ограда в отеле, между прочим. Вот, в общем, так вот для безопасности, чтобы животные сюда не лезли. Вот, между прочим, такой так называемый кактус, который у многих растет дома, цветет крупными такими цветами, оранжево-красными. На родственник декабриста зигокактус называется. Вот видите, как он в природе растет, залазит на вот такой вот величественный эвкалипт. И общаясь с местными жителями, конечно, я стал понимать, что они не видят того всего разнообразия средств защиты растений, химически синтезированных средств защиты растений, с которыми сталкиваются огородники, ну, таких стран, вот наших стран, да, для кого мы делаем наши репортажи. Те, кто может пойти в любой садовый центр и там приобрести средства защиты растений. Конечно же, они, можно сказать, что ничего и не слышали о биологических методах защиты растений, о гербицидах и так далее. Здесь вообще нет крупнотоварного сельского хозяйства. Техникой они очень мало обеспечены, и самые примитивные. Зачастую ведут они обработку почвы даже не лопатами, а обыкновенными мачете. Конечно, в почете, ну, в почете условно, но распространен преимущественно ручной труд на полях и огородах. Но растения, как вы видели, конечно же, болеют. Болеют различными заболеваниями. На том же томате, к примеру, про фитофтору они здесь не слыхали, нет у них такой болезни. А вот мучнистая роса, а вот кладоспориоз, например, различные бактериозы являются вполне привычным явлением для этой страны. Как же они борются? Мне, безусловно, было интересно, какие же методы борьбы с болезнями они применяют. Ну вот, благодаря тому, что у них достаточно низкий уровень механизации, достаточно низкий уровень химизации сельского хозяйства, здесь можно прикоснуться к такому, ну, первобытному, такому самобытному, может даже лучшее слово сказать, сельскому хозяйству. Удобрения минеральные у них здесь в дефиците, поэтому компосты, сбор органики, сбор пищевых кухонных отходов для них является абсолютно необходимой составляющей ведения сельского хозяйства. Потому что фактически других источников удобрений у них нет. Когда мы говорим о том, что мы можем покупать в магазине и довольно дешево минеральные удобрения, пускай даже это будет простой суперфосфат, мочевина, ну, не какие-то там супер-пупер кристаллоны, омы и так далее. Там уже раскрученные, рекламируемые и очень дорогие. Ну, даже самые простые. Они, конечно, относятся к этому завистью, потому что использование и менее трудоемко таких удобрений готовых, и более эффективно. Что же касается их способов борьбы, то они, в общем-то, не новы. И они, ну, вносят нас к тем далеким, можно сказать, первобытным временам, когда люди только начали массово культивировать растения и использовать какие-то материалы. Соль, соду они здесь не используют. Просто потому, что это им здесь тоже не так дешево и не так доступно. Но они для опрыскивания против многих болезней используют обыкновенный коровяк. В Кении коровы пасутся даже в Найроби. Им разрешено здесь ходить вдоль улицы и пастись какую-то траву есть. Поэтому они собирают коровяк, лепешки, используют тоже это в качестве удобрения, а также в качестве средств защиты растений. Как они поступают? Примерно полтора литра лепешек, которых они собрали на улице. Они вымешивают в ведре воды, затем берут, ну, где-то 3-4 дня в тепле дают настояться. Сейчас здесь 30 градусов тепла на улице. Дают этому всему немножко забродить, не выбродить полностью, а немножко забродить. И после этого берут литр вот этой вот жижи, которая у них получается, разбавляют еще на 5-6 литров воды и обильно проливают и опрыскивают растения. И говорят, что если так поступать, то, в общем-то, от каких-то базовых болезней на томате, на других растениях они вполне избавляются. Они не используют этот метод для зеленых растений, для капусты листовой, для мангольда, для салата, для других листовых овощей. Ну, просто потому что мы же, я понимаю, надо постоянно убирать, если мы коровяком будем их поливать, ничего хорошего не будет. Поэтому вот симптоматика болезни в основном развита на вот этих вот культурах. А что касается томата, ну, хорошо видно, где обрабатывалось, там томат здоровый, хороший и крепкий. О чем это говорит? Какова мораль? Мораль такова, что если вы хотите получать средние урожаи, то вы вполне можете использовать и такие способы контроля болезней. Другое дело, что против фитофторы они, может быть, не самые лучшие. Но, вот, по крайней мере, они уверяют здесь, что против кладоспариоза. Они не знают таких названий, они просто показывают пятна и говорят, вот от этого и этого мы используем вот это. И, в общем, им хорошо помогает. Поэтому это можно взять на заметку. К особенностям выращивания растений здесь, в этой зоне, особенно томата, можно отнести повальный дефицит калия в плодах, ну, вообще в томатных растениях. Потому что дефицитные по калию томаты можно найти даже в гипермаркете. Но еще раз повторюсь, крупнотоварных таких производств у них нету, где там десятки гектар под стеклом. Они скупают продукцию, в том числе у фермеров, ну, крупных фермеров. И вот эти желтые, типичные пятна дефицита калия, стволоватость, твердая внутренность и низкая сахаристость являются также особенностью и кенийских томатов. Но здесь это обусловлено именно дефицитом калия в кенийских почвах, в тропических почвах. Он очень быстро вымывается. И, ну, вот, невозможностью и отсутствием доступа к высоко концентрированным калийным удобрениям, таким как хлористый калий, сульфат калия и подобные другие. Что касается золы, да, они также пользуются золой, вот, но считают ее не очень хорошим удобрением. Ну, понятно, потому что почвы здесь не кислые, как, например, в умеренной зоне, а скорее нейтральные, более щелочные. Поэтому внесение дополнительных щелочных материалов для них не является желателем. Ну, а в регионах с более кислыми почвами, лесными, серыми, подзолистыми и так далее, внесение золы является вполне оправданным. Что ж, на этом я маленький свой выпуск о таком сельском огородном хозяйстве кении завершаю. Ну, а кое-что можно взять на заметку. Тем более, что оно вполне согласуется с теми рекомендациями о заселении растений, конкурентной микрофлорой, которая безусловно содержится, и в таком навозе, в таком вот средстве тоже. То есть, это все очень хорошо. Ну, а я им порекомендовал еще делать травяную бродиловку. Не знаю, хорошо я поступил или нет, не умрут ли они здесь от этого зверского запаха. Но, по крайней мере, обещали, что этим способом пользоваться будут. Поживем, увидим. Авось придется приехать еще через год и узнать, как здесь у них все получилось. На этом я прощаюсь с вами. До новой встречи!